Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и это Страшная История. Это последняя, третья Хэллоуинская Страшная История, о которой я поделюсь с вами, а остальные уже будут выходить после Хэллоуина, праздника, вообще в честь которого я решила снимать вот эти вот три мистические истории. А насчёт сегодняшней истории я вообще не уверена, стоит ли вам её рассказывать или нет. Для меня она максимально мистическая и отчасти даже жуткая. Самое главное, как вы просили поделиться моей собственной историей, эта история произошла со мной. Поэтому усаживайтесь поудобнее, превращайте магией Хэллоуина красную кнопку в серую, подписывайтесь на мой канал, звоните в колокольчик, заряжайте это видео лайками, садитесь поудобнее. Я надеюсь, что этот ролик вам понравится и постараюсь сделать его максимально атмосферным. Мы можем начинать. Поехали! Это история чем-то похожа на ту, которой я уже с вами делилась, и после конкретно этой истории я больше никогда не ездила в лагерь, потому что мне становилось каждым разом всё хуже и хуже. Я накручивала себя до такой степени, что понимала, что та ситуация, она уже была самой крайней. Эту историю я не хотела рассказывать вам только потому, что после той истории, история о гибели друга в зимнем лагере, в эту историю вы бы могли мне просто-напросто не поверить. А сейчас я очень хочу, чтобы вы слушали меня внимательно и действительно поверили моим словам. Сейчас, спустя три года, я думаю, что вы уже готовы услышать эту историю. Я примерно в это же время на осенних каникулах три года назад уезжала в лагерь. Я вам об этом ни разу в жизни не говорила, не говорила ни в одной страшной истории, ни в одних ответах на вопросы. Никому я об этом не рассказывала. И в то время я, по-моему, даже инстаграм активно не вела, чтобы вы могли хоть как-то за этим следить. В это время я еще не переехала в Москву, и мои родители на то время по срочным делам улетали в другой город. Лагерь, в который я приехала, показался мне очень интересным. Он был с действительно огромным количеством развлечений. Там было очень много ребят, с которыми можно было пообщаться, познакомиться. Они сами по себе очень интересные, общительные и максимально крутые. Я там познакомилась с некоторыми ребятами, и мы все время тусили одной компанией. Мы очень любили что-то разведывать, обходили каждый уголочек лагеря за домами, около домов, просто в те места, куда ни один отряд бы просто-напросто не пошел, когда нас отпускали на прогулку. Короче, мы обошли весь лагерь, и со временем уже под конец смены нам стало очень скучно, и мы понимали, что все, ну реально надоело. То, что мы уже все там обсмотрели, все увидели, и заниматься одним и тем же каждый день нас уже реально достало. Мы веселились, чего-то боялись иногда, не слушали вожатых. Это было очень весело и реально самые незабываемые времена в моей жизни, но этот случай реально перевернул все в моей жизни. И вот в последний момент нахождения в лагере я помню, как будто бы это было реально вчера. Помню все до мельчайших моментов, и это был самый настоящий трэш. Это была суббота, мы с девочками сидели у нас в комнате, Ксюша, Олеся и Настя. Некоторые ребята тоже к нам приходили, мы о чем-то общались, но потом нам сказали, что все, вожатые. Твердили нам, их было двое, что все, пора спать, ложитесь, засыпайте, уже темно. Отбой, короче. Мы заготовили очень интересную игру, ее предложила Соня, к большому сожалению. И сказала, давайте поиграем в игру Слендермен. Я вообще во многие эти ситуации не верила. И, естественно, мы начали играть по очереди, всякие игры, где нужно ходить и где он хватает детей. Потом мы постепенно после этой игры перешли в интернет, где начали читать огромное количество информации, что Слендер это типа фантом, который очень любит издеваться над детьми, который хватает их регулярно и пытается задушить, убить. И это происходит в основном с подростками до 16 лет. Я сейчас хочу вам включить один момент, который мы посмотрели еще на то время в лагере. И это был последний ролик, после которого к нам пришла самая отвратительная идея, которая перевернула все в моей жизни. Первый дух, которого не стоит тревожить в Хэллоуин, это всеми известный Слендермен. Слендермен в переводе с английского означает палочник. Тонкий человек выглядит как очень высокий, бледный мужчина с неестественно длинными, сгибающимся произвольным образом конечностями и иногда черными гибкими щупальцами. Одна из самых ярких его черт – абсолютная безликость. Все время носит строгий черный костюм, белую рубашку и красный галстук. Считается, что он похищает детей до 16 лет. Самое интересное, что взрослые его почти никогда не видят, а замечают только дети, которым часто никто из взрослых не верит. Увидев его лицо, жертва испытывает панический страх, впадает в оцепенение, не может закричать или двигаться. Чаще всего он появляется в лесах или у речек, но иногда его видят в городах. Аналогичный случай произошел в городе Ульяновск, где парень из окна запечатал. Вот на этом я и хочу закончить с этим роликом. После этого у нас началась просто какая-то паника. Каждый из нас в комнате считал, что он прямо сейчас видит Слендермена и так далее. Но через некоторое время, когда мы успокоились и совершенно не хотели спать, мы решили вызвать Слендермена. Естественно, кто нас на это подтолкнул, я не понимаю. Но идея была Сонина – посмотреть ролики, поиграть в Слендера и так далее. Мы начитались в интернете, сели около кровати на пол, взялись за руки. И просто из какого-то дебильного сайта, веря во все это настолько сильно, нам было так интересно, решили вызвать его. Конкретно не помню, на какой сайт мы заходили, что мы это делали. Да и, ребят, вам это не особо важно знать, потому что я не хочу, чтобы кто-то из моих зрителей все-таки решился на то, чтобы вызвать Слендермена. Но дальше там произошел самый настоящий трэш. После того, как мы поняли, что вызвали мы его напрасно, мы закончили все это. Пытались мы, кстати, Слендермена вызывать максимально тихо, потому что могли услышать вожатые. Немного успокоившись, мы поняли, что это все бесполезная херня, что это все выдумано, что никто на самом деле не придет. Мы решили лечь спать. Это произошло часа через два после того, как мы вызвали Слендермена. И тут начинается самый настоящий трэш, из-за которого я все-таки решила снять это видео. Мы уже легли на кровати и начинаем между собой разговаривать по всякой херне, уже позабыв про эту ситуацию. И тут к нам приходит вожатая в комнату, стучит несколько раз, причем очень настойчиво. До этого она никогда не стучала, открывая двери и говорит нам, «Ребят, вы очень громко шумите, пожалуйста, ложитесь спать, уже очень поздно». И что мы с девочками заметили сразу? Вожатая вела себя как-то странно. Забыла вам сказать об одной детали. В это время у нас был выключен свет в нашей комнатке, в которой мы все с девочками находились. Вожатая закрыла дверь, и мы с девочками сразу начали шепотом разговаривать. Пришли друг к другу на кровати, чтобы не было сильного шума. И после этого начались странные вещи. Мы вместе поняли и опять начали себя накручивать, что лица вожатой мы не видели. Так как у нас в комнате был выключен свет, в коридоре, где она ходила тоже. Как бы это очень странно. Обычно, когда ходят вожатые, они хотя бы включают фонарик или свет. Но даже голос вожатой, когда она к нам пришла, он нам показался очень странным. Мы не на шутку перепугались и решили не сидеть в это время в нашей палате, комнате. Устроили панику и сразу побежали по сторонам. Я, естественно, побежала с Соней, а Ксюша и Настя почему-то побежали в другую сторону. У нас был достаточно большой корпус. Мы, естественно, побежали к нашим воспитателям, которые спали в отдельной комнате, естественно, в нашем корпусе, чтобы следить за нами, так как мы еще были маленькие дети. Мы сразу подбежали к воспитательнице, которая якобы к нам заходила и говорила, девочки, ложитесь спать. И спросили у нее, заходила ли она к нам в комнату, потому что мы реально накрутили себя, что это была не она, что это все, это был капец, что это все. Примерно через день нам надо было уезжать, на что эта вожатая нам сказала, нет, я к вам не заходила, везде было тихо, да и я спокойно себе спала. Мы вожатой решили рассказать все суть произошедшего, сказали, что мы вызвали Слендермена, она начала над нами угорать. Ну и потом, когда на наших лицах был виден страх, она поняла, что нам не до шуток и то, что девочки в другую сторону побежали, Ксюша с Настей. Вожатая, естественно, встала и решила идти с нами. Мы начали ходить практически по всему корпусу, искать девочек, которые не издавали ни единого шума. Зайдя к нам в комнату, мы увидели, что Ксюша, как ни странно, уже лежит на своей кровати и никому ничего не говорит. Такое ощущение было, что у нее реально был какой-то ступор, то есть она просто сидит, смотрит в одну точку и видно было, что у нее реальный шок, что ей херово. Мы спросили у нее, а где Настя, на что она просто молчала и ничего не говорила. Видно было по ее лицу, что у нее реально шок, что ей страшно, что ей не по себе. Практически целую ночь мы искали Настю, но так и не могли найти, непонятно было, с кем она, где она. Мне постоянно мерещилась какая-то херня, мне казалось, что рядом со мной кто-то есть. Непонятные звуки, ощущение, что рядом со мной кто-то стоит, это реально все очень тупо и непонятно. Я даже сейчас, когда рассказываю вам эту историю, ребят, мне реально страшно, я не знаю, как мне себя вести, я реально запинаюсь, мне страшно, мне реально страшно. Еще, когда мы ходили с вожатой, мы поняли, что реально происходит какая-то дичь, с учетом того, что мы шли по коридору и с нами открывались практически все двери. Открылась первая дверь, мы не поняли, что за херня, может быть, кто-то пошел в туалет. Открылась вторая дверь, мы реально подумали, что это все, что это капец. У вожатой тоже началась паника, она говорит, с вами все хорошо, зачем вы это сделали, зачем вы постоянно в лагере кого-то вызываете. Она говорила это про всех детей, потому что она не первый год работала в этом лагере и говорит, что там постоянно кто-то кого-то хочет вызвать, ребят. Я тоже об этом не первый раз вам говорю. Постоянно включался и выключался свет, мне реально было страшно, я уже думала звонить своим родителям и просить, чтобы они поскорее приехали за мной, но они находились в другом городе, ребят. На тот момент за Настей уже приехали родители, они пытались искать ее вместе с нами, мы, естественно, вышли на улицу. На улице была отвратительная погода, день Хэллоуина, кстати. Как ни странно, может быть, именно в этот праздник так просто вызвать духов, может быть, именно в этот день они вызываются настолько просто, но я больше рисковать не хочу, мне хватило. Слушайте, что было дальше. Когда приехали родители Насти, когда я со своей подругой была просто в ступоре, и мы не понимали, почему Ксюша прямо сейчас сидит в номере просто в ступоре, она ни с кем не здоровалась, она никому ничего не говорила, была глубокая ночь. И сколько бы мы раз к ней не заходили, она так и пялилась в одну точку. Мы решили позвонить ее родителям, естественно. Но пока решали с тем, что произошло с Настей, потому что, как мы поняли, она просто выбежала и побежала туда, куда глаза глядят. Ну и, ребят, история закончилась тем, что мы ее искали практически всю ночь, и примерно к вечеру следующего дня мы нашли ее вместе с Ксюшей под лестницей. Ксюшу из лагеря так и не забрали, потому что ее отпустило где-то часа через три, но она так и не говорила, что с ней произошло, как будто бы у нее это вылетело из головы. Настю мы нашли задушенной под лестницей одного из корпусов, где на второй этаж нужно было подниматься снаружи дома. Знаете, когда лестницы прямо вот около дома построены, и зайдя за эту лестницу, ища Настю, мы увидели ее просто с огромными синими пятнами на шее. Причем, посмотря на ее следы на шее, мы увидели, что это далеко не человек ее тушил. Это было очень похоже то ли на Слендера, то ли на какое-то непонятное странное существо. Мы не знали, что нам делать, и, естественно, позвали на помощь вожатую. Вызвали полицию, и Настю, к сожалению, так и не удалось спасти. Мы не понимали, от чего это произошло. Просто не представляете, ребята, в каком состоянии лежала Настя. Она была побелевшая, с открытыми глазами, и они были просто наполнены шоком. Мы, естественно, побежали к вожатой для того, чтобы рассказать ей об этом всем, и она вызвала полицию. Полиция нам ни о чем потом не говорила. Со стороны было видно, что полиция, которая приехала спустя полтора часа, тоже была в шоке от произошедшего. Рядом по всему этому лагерю мы обратили внимание с Ксюшей то, что бегали какие-то странные огромные собаки, хотя за целый месяц нахождения в этом лагере мы не обратили внимания на то, что там вообще есть какие-то собаки, животные, кошки. Их вообще не было, никого не было. Только в этот последний день мы заметили, что бегают огромные, прям такие стрёмные собаки. Пожалуйста, напишите ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой истории. Надеюсь, я вам передала своё состояние на тот момент, своё состояние сейчас этой истории. Я реально в шоке, мне очень жалко, что так произошло. Человек, с которым я общалась достаточно долгое время. По моим ощущениям, мне казалось, что мы с ней общались просто вечность, просто взял и ушёл из моей жизни, из своей жизни. Мне реально стало очень страшно после этого, и я очень хочу прочитать ваше мнение ниже в комментариях. Мне кажется, что все эти странности начали происходить конкретно после вызова Слендермена. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. С вами была Карина, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok